Всем привет! Меня зовут Павел. И сегодня я хочу рассказать про success story, о том, как вы боролись с масштабированием. Здесь будет немного про воркеры, джобы, очереди. В общем, перед релизом у нас возник такой bottleneck с джобами, с воркерами, с очередями. И как-то так получилось, что о нем никто не думал, и в самый последний момент он нас застал. Значит, коротко, приложение было у нас с Monolith. Потому что Monolith First, может плохо, может хорошо, а потом тоже просто начали так делать. Ну, ладно, окей. В общем, мы стартанули, мы делали, занимались там всякими развлечениями. Ну, когда пришли к релизу, в общем, у нас немножко бомбануло. И бомбило реально очень круто, потому что те задачи, которые делает проект, они просто зачеркивались на нет. Мы занимались агрегацией. И, то есть, представить себе, например, у тебя сто каких-нибудь клиентов, и надо агрегировать с каждого клиента по тысячу, по две тысячи записей, и потом их как-то обновлять. Ну, то есть, это был просто провал полный. Вот. Ну, в общем, у нас получилось примерно такое. У нас генерировалось очень много job, очередей у нас было так себе. И в этом месте мы застряли. Крутились и крутимся мы на Амазоне. Используем все, что можем взять с сервисов Амазона. В общем, первое, что мы начали делать. Мы пытались как-то наш монолит-аппликейшн разбить на куски и как-то с этим уже действовать. То есть, держать general логику в одном месте, а job и вот эти вот все background-ные работы как-то вынести отдельно и пытаться их уже там отдельно скелить и тому подобное. Но, так как это AVS, держать инстансы бывает немного накладно и времени было мало. То есть, мы эту идею отбросили и мы пошли другим путем. То есть, действовать надо было быстро. Мы решили пойти таким горизонтальным масштабированием на первое время. Пока там все вроде бы работало. И мы начали думать, как бы нам дальше выкрутиться. И мы нашли такую штуку, как spot-инстансы. Нет. Нет. По требованию. То есть, spot-инстансы это такая штука. Это, по сути, те же самые EC2-инстансы, только они идут там как бы по требованию. То есть, ты их запрашиваешь. И там, получается, эти spot-инстансы это остаточные ресурсы основного инстанса. То есть, это, ну даже, остаточный ресурс от, да, или от кого-то. В общем, это остаточные мощности. Получается, так как наша модель, как мы работали там с клиентами и тому прочее, она нам это делать позволяла. То есть, нам надо было в определенные моменты времени агрегировать просто огромное количество информации. И мы, собственно, этим и воспользовались для... В общем, я потом покажу, как это выглядит примерно. В общем, что такое spot-инстансы? Я уже сказал. И, в общем, их преимущества. Они очень дешевые. То есть, spot-инстанс ты платишь... У них в табличке идет цена за час, а по факту у них идет расчет по секунду. То есть, ты поднял инстанс там за минуту на две, за минуту-две ты с ними и рассчитался. Это используется мощность самого EC2-инстанса. То есть, весь тут большой список, там, T2, M1, C5, C3. Все это ты можешь выбрать там на все свои прайсы и тому подобное. Еще фишка. Чтобы использовать spot-инстанс, нужно делать имиджи. То есть, делаешь свой имидж, заливаешь его. Можно использовать и докер. В общем, вот так вот. И потом еще одно преимущество. Spot-инстансы, они стартуют довольно-таки быстро. То есть, если у тебя есть образ, ты делаешь запрос на spot-инстанс, и пока там AWS проверяют, там, поднимают систему, это занимает где-то секунд двадцать. То есть, в принципе, это не критично. Недостатки spot-инстансов, это то, что сам AWS, он может этот spot-инстанс у тебя забрать. И... Да. Вместе с органом или кто-то куда-то? Нет, с процессингом. То есть, он запускается, там что-то процессится, и вот этот spot-инстанс, вот эти мощности ресурсы, они у тебя могут забрать. И там, значит, в табличке, когда ты выбираешь, какой ты хочешь себе инстанс, там идет колонка spot-сейвинг и проценты. То есть, какой инстанс, с какой вероятностью у тебя там сохранится. Есть инстансы, которые сохраняются там 76%, есть там кто больше, кто меньше. Ну, сколько мы уже используем spot-инстансы, там, больше месяца, даже двух. Пока везло. Да, ничего не забрали, потому что то время, которое нам надо что-то обработать, это там 10-15 минут, там иногда полчаса, час. То есть, в принципе, это там не сутки, что там молотить. И второй такой недостаток, который мы обнаружили, это лимит на spot-инстансы. То есть, если тебе надо там, допустим, тысяч пять spot-инстансов, то тебе могут с них отказать. То есть, тебе дадут там первые 100, 200, 300, да, а дальше тебе надо там как-то или просить, чтобы тебе подняли лимиты и тому подобное. В общем, это такие основные недостатки, которые мы обнаружили в итоге, что у нас вышло. Наш монолит, ну, как был, так и остался, но когда нам надо агрегировать наши там операции, то есть, мы даем запрос, поднимаем эти spot-инстансы, и на вот этих spot-инстансах мы там сконфигурировали задачи воркеры и джобы таким образом, чтобы вот там одна задача крутилась именно там, где она запустилась, не выходила за рамки других spot-инстансов и general application. Вот так вот мы справились очень быстро с боттлнеком по масштабе. А что за боттлнек были? Прескью. А просто так, знаешь, типа мы сделали так, чтобы задача, я такой думаю, блять, все-таки катом, типа bell pop там, типа не получится никак, чтобы в распределенном этом получилось. Действовать надо было быстро, нашли, прощупали почву, попробовали, получилось, о, круто. И дальше уже, пока это все крутится классно, то есть, никто никого не блочит, ничему не мешает существовать, и теперь мы можем просто дальше думать там, на что дальше. Все, да, ладно, все. Спасибо, Валик. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо.